Всем привет! Сегодня будет домашний влог, не пугайтесь, у меня просто маска на лице. Сейчас смотрю в окно, пью, как всегда, свой положенный стакан воды по утрам. Такая погода замечательная, солнышко светит. Думаю, что пришло бабье лето, нужно наслаждаться этими днями. Их, наверное, будет, ну, штуки 4, может быть, 5, пока будет тепло. Надеюсь, что я успею и нагуляться, и, может быть, даже чуть-чуть подзагореть. Надо, наверное, сегодня отправиться на прогулку и взять вас с собой. Но для начала нужно топить водичку и приготовить завтрак. Думаю, что вы не ожидали увидеть такой набор продуктов. У меня зерновой хлеб, творог обезжиренный и инжир. Я буду делать себе бутерброды. Этим утром я проснулась довольно сытая, почему-то странно даже так. Я обычно просыпаюсь очень голодной, всегда хочу много есть, побольше белка, может быть, даже мяса. Ну, или творог, сыр, короче, что-нибудь посытнее. Сегодня захотелось вот такой бутерброд сделать. Я уже как-то делала с инжиром, получается довольно вкусно. Я просто мажу на хлеб немножко творога. Ну, буквально там, наверное, грамм. 20-30 нарезаю инжир сверху. И вот такой получается вкусный завтрак. Сочетание творога со сладким инжиром и с соленым, немножко соленым хлебом, это бомба. Это прям очень вкусно. Это не сравнить с сочетаниями классическими, типа сладкой карамели с солью. Вот этот вкус я не люблю. А вот здесь легкая сладость, легкая соленость. Прям очень круто. И такой относительно безвкусный творог. Короче, вкусно. Покажу, как это готовится. Для начала нам нужно подсушить хлеб. Если вдруг у вас нет тостера, это можно сделать на сковородке. Я обычно так и делала. Просто сейчас не поленилась, достала тостер. Раз есть, надо пользоваться. Немножко нужно подсушить хлеб. Может, даже чуть-чуть с корочкой поджарить, чтобы он хрустел. Очень хрустящий хлеб получается. Теперь намажу чуть-чуть творогом и порежу инжир. Выложу сверху. Но для начала пойду смою маску, потому что пришло время. А если намазать творогом сейчас и оставить, то хлеб быстро перестанет быть хрустящим. А я хочу, чтобы он хрустел. Ну что ж, мой бутерброд готов. Выглядит очень необычно, но поверьте, это действительно вкусно. Теперь осталось подогреть чай. Забыла я его поставить. И можно завтракать. Ну все, приятного мне аппетита. И приятного вам, если вы тоже кушаете в это время. На улице так тепло, что я даже решила сойти в юбке. Хочем длинной, но в юбке. Сейчас я ходила забирать свой заказ. Вот у меня немножко косметики. Ну да, Марк приду распакую. Так, совсем чуть-чуть, но для меня будет интересно. Итак, распаковываем, что же я себе заказала. Это из совместной покупки. У нас в городе есть много совместных покупок, где нужно подешевле купить косметику. Например, взяла несколько масок. Особенно вдала вот эту. Она пузырьковая. Надеюсь, что понравится. На эту маску слышала очень много отзывов. Говорят, именно маски из йогурта хорошо увлажняют лицо. Взяла. Вот это очень интересная масочка. Не знаю, сработает или не сработает. Но попробовать стоит. Вдруг подтянется у меня там что-то. Еще вот такую маску с ромашкой. Тут прям очень много жидкости. Так, все они стоили рублей по 30-40. Это очень недорого, я считаю. Дальше. Не так давно, хотя нет, давно пробовала небольшие такие пирамидки скраба от этой фирмы. Тоже с содой. Мне понравилось, что так хорошо очищает. Но для меня текстура была грубоватая. Я увидела, что есть еще от этой же фирмы тоже с содой умывалка. То есть это пенка для умывания. Надеюсь, что она будет более нежная по текстуре. Отзывы на нее прям офигенные. Хорошо очищает. Особенно сильно загрязненную кожу. Типа, если пользуетесь каким-нибудь сильным кремом с SPF 50, я им пользуюсь каждый день. Он довольно плохо смывается. Надеюсь, вот эта умывалка мне поможет. Стоило 130. Дальше. Еще тоже кучу отзывов слышала. Короче, вы поняли, да? Я на отзывы ведусь. Я сначала слушаю, когда попробую другие. Потом решаю, стоит мне это покупать или нет. Так вот, на этот бальзам. Ну или крем. Крем-бальзам. Слышала тоже много-много отзывов хороших. Увлажняет хорошо. Причем это бальзам не только для губ. Можно мазать и руки, и пятки, и локти. Короче, это супер увлажняющий бальзам. Я уже его попробовала. Помазала руки. Он прям очень жирный. Прям очень жирный. Но так хорошо увлажняет. Мне понравилось. Сейчас осенью прям актуально. Кремушки пожирнее. Чтобы прям ничего не сохло. А руки сохнут нещадно. Вот это все, что я сегодня принесла домой. Заказала. Тут кот лежит. Кстати, вы спрашивали отзывы на этот столик. На этот поднос на ножках из фикс прайса. Мне очень нравится. Я на него смотрела полгода. Реально. Вот где-то с марта я на него смотрела. Смотрела. Думаю, мне не надо, не надо. Хожу, смотрю. Короче, решилась. И теперь очень сильно жалею, что не купила его раньше. Потому что это так удобно. Я по вечерам здесь ужинаю. Сажусь. Ставлю сюда телефон. Смотрю что-нибудь на нем. Здесь ем. Артем иногда тут работает за ноутбуком. Тоже очень удобно. Короче, вещь стоящая. Стоит всего 199 рублей. Подобные в Икеа стоят дороже. Короче, девочки, берите. Есть там несколько расцветок. По-моему, серые и черные. И вот беленькие. И, кстати, на этой неделе я решилась на небольшое изменение внешности. Постригла челку. И я в полном восторге. Мне очень нравится. На этой неделе у нас в городе настолько тепло, что хочется все гулять и гулять. Поэтому беру вас с собой на прогулку. Сейчас мы с вами находимся в парке Горького. Это парк аттракционов. Ну, тут можно еще погулять. И, кстати, у нас есть свой кошкин дом. Кто вспомнил мультфильм, поднимайте руки. Поднялась на самый верх, чтобы вам показать обзор, что же тут видно. Вот и колесо наше. Новый аттракцион открылся буквально, по-моему, год назад. Я на нем каталась. Выглядит страшно, но наверху не так. Если повернуть немножечко в сторону из парка, можно найти вот такой красивый дворик. Неплохое место, например, для проведения фотосессий. Очень много граффити. Вообще тут атмосферно. Довольно часто летом тут проходят различные концерты, чтения. Короче, душевные вечера. И посмотрите, у нас осень просто золотая. Хожу по улицам и испытываю невероятное удовольствие. Обожаю золотую осень. По-моему, это одно из самых любимых времен года. Солнышко очень ласковое. Ну, скажите, вы же тоже наслаждаетесь такой погодой? Я знаю, что во многих городах сейчас очень жарко, даже выше 20-25. Но вот у нас плюс 17-18, и я просто кайфую. У нас, кстати, вот есть небольшая такая ротонда. Самое популярное место среди молодоженов у нас в городе. Тут проводят фотосессии. Но лично мне нравится вид отсюда. Здесь наш пруд как на ладони. Видно набережную, часть города. Кстати, многие мои зрители спрашивают, что это за река. Это пруд. У нас огромный пруд. Вот я спустилась на набережную и решила вам показать другой ракурс. Набережная у нас очень длинная. Ну и пруд не маленький. И еще одно место, которое я очень люблю на нашей набережной, это лодочная станция. Тут можно напрокат взять лодку, катамаран. Можно взять, например, на полчаса, покататься, просекать воду. Ну или можно даже на час. И посмотрите, какой вид открывается. Недавно, буквально пару дней назад, я сделала гастрономическое открытие. Купила на пробу вот такую печеньку кокосовую. И была в таком восторге, что всем теперь рекомендую. Если вы подписаны на меня в инстаграме, вы уже знаете. А, кстати, вот еще мой новый маникюр. Сделала просто нюдовый. Боже мой, как же я обожаю эту погоду. Эти листья шуршащие, тепло, солнышко. Обожаю. В очередной раз кот помогает мне тренироваться. И вы посмотрите, какая катастрофа у меня с ковриком. Это он, прослужив мне 6 лет, решил порваться. Он не выдержал, видимо, натяжения, когда я, например, стою в боковой план. Или делаю упражнение скалолаз. Кручок натягивается. Но, в принципе, он свою отслужил. Я сначала думала его выбросить. Потом решила, что я вот эту часть обрежу. И остальной коврик просто мы с Артемом упакуем и положим в багажник машины. Можно будет брать с собой, например, на природу. Чтобы стелить под плед. Ну, чтобы плед быстро не промокал. А кот, как всегда, вообще очень доволен. Каждый раз, когда я расстилаю коврик, это позывной для кота. Он прибегает и начинает кайфовать. Точить когти, валяться. Короче, всячески тренируется вместе со мной. Да, котики? Пушистик. Ты хоть знаешь, как тебя на ютубе любят? Сколько тебе комплиментов каждый раз отвешивают? По-моему, любят больше, чем меня. Ладно, ладно, не буду мешать. Валяйся. Ну, скоро ты уйдешь, когда я начну тренироваться. Вы только посмотрите, как это чудо спит. Неужели котикам так удобно спать? Лицом вниз. Кот. Кот, тебе удобно? Конечно, скажи мне удобно. Я же сплю. Ну, ты чего? Вот ты мне по утрам мешаешь спать? Я тебе сегодня буду мешать спать. Просыпайся, кот. Просыпайся, мяу. Ты же мне так будешь? Он даже глаза не открывает. А вот когда ты по утрам мырешь, я так не могу. Мне приходится вставать и кормить тебя. Вот ему все пофигу. Ладно, пусть спит.